В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В Черкесске дождь, температура воздуха ночью до плюс 16, а днем 24 градуса выше нуля. В Черкесске прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Данное состязание направлено на профессиональный, карьерный и личностный рост учителей-дефектологов и логопедов. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог» проводится ежегодно с 2018 года. Состязание между педагогами проходит по двум номинациям «Дефектолог года» и «Логопед года». Отмечая важность подобных конкурсов, заместитель министра образования и науки Карачаева Черкесии Лейла Атаева подчеркнула, что это возможность для учителей повысить свой профессионализм и обменяться педагогическим опытом. Мы хотим наш конкурс направить прежде всего на то, чтобы подчеркнуть важность и нужность вашей работы, чтобы коррекционные педагоги, чтобы мы могли в должной степени чествовать работу коррекционных педагогов, чествовать учителей, которые посвятили свою жизнь работе с особенными детьми, с детьми, которые испытывают трудности в общении. Уважаемые конкурсанты, я хочу сказать, что ваш труд, он безмерен. В финальной части регионального этапа «Заправо» войти в тройку победителей соревновали семь лучших конкурсантов республики. Каждый из учителей в течение нескольких минут рассказывали о своей педагогической деятельности и о инновационных методах обучения. Нас всех здесь объединяет одно – любовь к детям, преданность своему делу и постоянный творческий поиск, отмечают участники конкурса. Такие профессиональные конкурсы важны, потому что, когда мы ходим на работу, работаем с детьми, мы не видим своих коллег. Количество логопедов в детских учреждениях ограничено, а здесь мы можем пообщаться с коллегами, поделиться опытом, увидеть достоинства и недостатки своей работы. И этим самым мы улучшаем работу и улучшаем речь наших детей. В итоге победителем регионального этапа всероссийского конкурса стала учитель-дефектолог Республиканской коррекционно-общевразовательной школы «Интернат первого вида» Марина Дерябина. Второе место заняла учитель-логопед детского дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Журавлик» Черкесска Юлия Гаманова. И на третьем месте педагог-дефектолог детского сада «Полет Черкесска» Любовь Савич. Победитель данного конкурса будет представлять наш регион уже в финале всероссийского этапа «Учитель-дефектолог». Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодня день рождения швейной машинки. Праздник неофициальный, но очень важный. Без швейной машинки никуда. Законодателем моды и брендом на века в этой области стал компания, основанная изобретателем «Зингером» в 1851 году. Именно машинки «Зингера» стали мечтой всех домохозяек. Сейчас она есть, наверное, почти в каждом доме. И у меня тоже есть верная помощница. Где машинка, там и булавка. Сегодня она тоже празднует свой день рождения. Без булавки никуда. Часто нас выручает. Сегодня очень милый праздник – День божьих коровок. Божья коровка во многих культурах мира считалась и считается символом удачи. Так что, если на вас села божья коровка, не прогоняйте ее, а наоборот, порадуйтесь своей удаче. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Мамма миа! С 10 июня в Кисловодском цирке. Сладные тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 2-96-58, категория 0+. Мы открылись! Клиника высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Диагностика и лечение на современном оборудовании. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП. По направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9-го класса или параллельно школе. Для учащихся с 8-го по 11-й класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Улыбка. Возвращай зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Есть такая профессия – Родину защищать. Я рад, что могу назвать себя защитником Родины. Побеждает сильнейший. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня вторник, 13 июня. С вами Андрей Петров, я Анастасия Чернобровина. Всем желаем приятного пробуждения и присоединяйтесь. Присоединяйтесь, потому что на улице лето. А если лето, то в этом сезоне, возможно, вы подумаете о второй работе. Вот самые популярные профессии – водитель, строитель и курьер. На них приходится две трети всех объявлений – и спроса, и предложений. Это, что касается мужчин и женщин, в свободное от основной работы время, становится парикмахерами, репетиторами и нянями. Вообще в России подрабатывает каждый второй. Тратит на это в среднем 5 часов в неделю. Предложений о частичной занятости в этом году стало больше на 60%. В общем, есть где развернуться. Так что учитывайте. А пока родители работают, дети без дела. По данным Следственного комитета, в прошлом году в суд направили более 8 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Главной причиной детских правонарушений называют отсутствие занятости и досуга. Летом в каникулы проблема наиболее актуальна. Зачем это творить? Негодование сотрудника Псковской администрации Александра вполне понятно. Ведь именно для удобства жителей город установил в местном парке бесплатный общественный туалет. А его только за последний год ломают уже пятый раз. Авторы последнего самого масштабного акта вандализма – подростки. Видео своих подвигов они сами же и опубликовали в социальных сетях. Было разрушено практически все, что внутри. Вырваны двери. Разрушена частичная система водоснабжения, водоотведения. Ориентировочный ущерб порядка 650 тысяч рублей. Возмещать его придется родителям восьми малолетних хулиганов. Их довольно быстро нашли и возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». А вот эту банду из Краснодара пока и ищут. На кадрах, которые сняли жители одного из микрорайонов, видно, как толпа подростков избивает своего сверстника. На призывы взрослых остановиться дети не реагируют. И это далеко не единичные случаи. Только в прошлом году фигурантами уголовных дел стали более 10 тысяч несовершеннолетних.